85 работ, два десятка именитых и начинающих художников, среди которых Татьяна, Валерий, Потваровы, Геннадий Абрамчук, Наталья Скорга, Алексей Яроха, Сергей Костюк, Маргарита Абукович и Сергей Плотников-младший. Классические портреты и акварели, цветочные натюрморты и городские пейзажи, линогравюры и компьютерная графика. От изобразительности, реалистичности к абстракции, но самое главное, несмотря на все изобилие техник, жанров, стилей, чувствуется изысканность каждого полотна. К картинам хочется подойти, хочется осязать и обонять, чтобы сохранить их послевкусие. Буйство красок, буйство света, буйство эмоций, поэтому выставка очень хороша, она летняя, душевная, теплая. Я думаю, что они выполнили свою задачу тем, что поднимут брещанам настроение и поднимают уже отзывы только положительные. Они большие молодцы. О яркости представленной экспозиции говорил каждый на торжественном открытии вернисажа. Заместитель начальника управления культуры Вячеслав Гарбузов отметил, помимо вышеназванного, ее разноплановости в то же время общее начало, любовь к родному краю и к самой жизни. 20 авторов, каждый со своим уникальным почерком и стилем, открывали брещанам то, чем дышит сегодня художественная жизнь Кобринского региона. Здесь представлено 20 художников, работы разные по жанру, живопись, графика и структура. Сколько работ здесь? 85 работ. На выставке представлено разное поколение художников. То есть вот такое, что совершилось, что у нас сформировалась такая школа, лицо, действительно эта организация, которая передает свой опыт, сама воспитывает, сама продвигает вот этих молодых людей. Вот мы здесь, ну как бы результат этого. Истоки таланта и творчества у каждого свои, как и твердость характера, упорство и настырность, энергичные и уютные, экспрессивные и горды. Все эти личностные качества художник переносит на белый холст. Отсюда глубина картины, близкая людям суть, изображенного на листе бумаги. То ли это натюрморт, то ли размытое изображение цветов. А быть может, в воспоминаниях образ любимого человека. Все как-то реально ощутимо. Откуда берется вдохновение, что привело в живопись? У каждого свой ответ. Что привело меня в живопись и в искусство, ну, скорее не привело, а как-то она сама меня захватила. То есть это спонтанно как-то случается. Но если случается, то уже на всю жизнь. Просто понимаешь это, что это уже как болезнь неизлечимая. Здесь представлены работы в экспрессивном стиле. То есть портретов довольно много. Экспрессия для вас что? Все. Но цвет, живопись – это экспрессия, это цвет, это выразительная трактовка образа. Для меня экспрессия очень большое значение имеет. Живопись – это, наверное, большая часть моей жизни, которую я хотел бы посвятить. И когда я там что-то написал, я там больше себя ищу недостатков, чем восхищения. Значит, постоянное самосовершенствование – это ваш принцип? Ну, в принципе, да. Есть у боксеров такое выражение. Если хочешь быть первым, с тренировки должен уходить последним. Точно так же и в искусстве. Если хочешь чего-то добиться, надо работать, работать и работать. Вот жаль только, что времени мало. Но сколь мало бы не было времени, творчество капринчан в динамике. И картины, написанные ранее, не утрачивают своей актуальности, становясь выдержаннее. А вино, говорят, чем выдержаннее, тем богаче его букет. Так и капринчане исчисляют свое богатство крепкой, выдержанной дружбой. И говорят – девайте съесть, а остальное будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова